Добрый вечер, дорогие гости! Исчай, ящик, самарканцы, уминированная рекомендация, они тоже выходцы из Самарканда. Сегодня 11 месяцев, как не соберет нас, женщины с большой бутылкой. Женщины из очень знатного родословия. Овер Рав Борухаджаев сказал, из какого происхождения в Дорогово-Горобуша Рива. Рива является фиолином очень большого родословия Толмасова, которые ее всегда любили, уважали и признавали как дочь. Она заслуживала этого. Дорогие родственники, во-первых, огромное спасибо всем, что уважали эту семью. И сегодня вы разделяете эту большую утрату. Эта утрата не только для семьи Толмасовой, это утрата большого родословия, и людей, которые хоть раз прикасались с этой семьей. Мудрецу задали вопрос. Секрет бессмертия. Дела и доброе имя был ответ. В этих только двух словах можно сказать, какие люди были за Нуршо, Нуршо, Горобуша, Эмма Толносов и Рива. Нуршо, Горобуша, Эмма Толмасова, Эмма Толмасова, тяжело говорить друзьям, потому что сколько я знаю себя, наша семья, сколько я знаю эту семью, это родословие. Наши родители Толмасов уже дружили с ихними родителями, ихними предками. Это очень красивая, счастливая семья. Эмма Толмасова и Рива. Это люди, которые всегда сеяли добро. День похорон. Была здесь показана кассета, сколько, какие похороны прошли в Израиле. Вот такое же огромное мероприятие было сделано в ресторане «Тройка», что не было мест, куда посадить людей. Это о чем говорит? Это люди отдали дань почтения, уважения к этой благородной женщине. Вот сегодня 11 месяцев. Рубедород Беланфарзандов, Номашему Дому Тумбошен, приехали из Израиля, чтобы умажить покой своих родителей и здесь провести 11 месяцев, как это получено по нашему узлу. Годовщина будет проходить в Израиле, и не будет ухаживать. А в семье Толмасовых Ривы можно говорить много. Это благородная семья, хлебосольная, люди, которые всегда говорили только хорошее. Я не ошибусь, если скажу, что у них никогда и не было врагов. А всем людям они были одинаковые. Это люди, которые, вот как вы видите сейчас на портрете, вечно улыбающиеся, вечно веселые, вечно жизнерадостные. У них никогда не было как будто печали на душе. Но Наташка Ромоша вспоминает сейчас Эму, нашего близкого друга. Наши человеческие отношения, гостеприимство друг к другу не было предела. Рива была крепким тылом для своего супруга. Рива была крепким тылом для всего семейства и в том числе этому не было ничего. Рива была креплевая, что мы можем не помочь. Это женщина, которая никогда не знала своей усталости. Она всегда счастлива была угодить своему мужу или же принять гостей своего мужа. Они жили на такой улице, где там было очень много национальности. Ворота никогда не закрывались. Дети, которых вы сейчас видите в тюрьме Дробина, дружили со всеми. Сегодня, наверное, частицы людей, которые приглашены сюда, в полный зал. Каждый из них, из детей, имеет свой авторитет. Какой он имел в Саварханде, такой имеют они здесь или в Израиле. Никто не скажет, наверное, все знают. Почти 20 лет на одном месте работает Марик Толмасов. Аэропорт. Любой человек, которого даже он не знает, этот человек может протянуть руку помощи. Мы об этом слышим, видим. Это говорит о чем? О том, что гены, заложенные родителями, не прошли даром. Другой человек очень разбирается антиклариацией, бриллиантами. Да, он и занимается. Урмидрон Беннер Игорь, тоже антиклариацист. Они все хорошие, отличные семьянины. Они все человечные люди. Это все только гены родителей. Кударамычок, Арабушет, Эмма, Рева. Прожили красивую жизнь. Красивую, счастливую, радостную. Кудойой базы, форзадой копыль, лаверан, аверан, теряной копыль. Все это они видели. И все от этого, что он Маракоин на длине. Мы всегда говорим, родители не умеют.